Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Самым талантливым и одаренным детям столицы региона вручат стипендии городского округа Самара. В этом году, в соответствии с поручением главы города Елены Лапушкиной, их размер увеличен с 5 до 7,5 тысяч рублей. Они создавали многие знаковые объекты города – здания областного правительства, музея Алабина, дом архитектора и дом актера – известные жилые дома Самары. 14 апреля исполняется 80 лет со дня создания строительно-монтажного треста номер 11. В Самаре проходит чемпионат и первенство России по тхэквондо. Сколько спортсменов представляет 63-й регион? Самым талантливым и одаренным детям столицы региона вручат стипендии городского округа Самара. В этом году, в соответствии с поручением главы города Елены Лапушкиной, размер выплат увеличили с 5 до 7,5 тысяч рублей. В списке награждаемых 50 человек. 25 из них премируют за достижения в сфере культуры и искусств, еще 25 – за успехи в области физической культуры и спорта. Ольга Павлова расскажет подробнее. Если бы он умел полноценно разговаривать в свои два года, то уже в этом возрасте мог брать первые места на соревнованиях по шашкам, уверен тренер Михаил Черноземова. Шестилетний спортсмен, стипендиат за успехи в области физической культуры и спорта. Заниматься в раннем возрасте его привели родители – мастера спорта по шахматам. Мама пришла где-то в 4,5 года и говорит, ну посмотрите, если рано, то тогда рано. И когда мы его видели в 4,5 года, то есть у него рассуждение как по взрослому. Я серьезно говорю, я вот за 35 лет такого не видел. В списке награждаемых 50 человек. 25 из них премируют за достижения в сфере культуры и искусств, еще 25 – за успехи в области физической культуры и спорта. На заседании конкурсной комиссии о назначении стипендий городского округа Самара утвердили все представленные заявки. В этом году в соответствии с поручением главы города Елены Лапушкиной размер стипендий увеличен с 5 до 7,5 тысяч рублей. Дети, как всегда, потрясающие, очаровательные. И поток этих детей неиссякаемый, к счастью, для всех нас. И мне нравится, что у нас появляются новые направления, мультипликация, и звонится замечательно, что не стоим на месте. В соответствии с порядком о назначении стипендий получить их могут одаренные дети и молодежь в возрасте до 25 лет. Учащиеся студенты учреждения сферы культуры и образования спорта. В этом году на назначение стипендий в области культуры и искусства поступило 70 заявок из 42 учреждений. Среди предложенных – исполнители на фортепиано, струнных инструментах, эстрадные и народные вокалисты, художники, воспитанники хореографических училищ. Для награждения в области физической культуры и спорта в этом году представили 160 кандидатов. В конкурсе приняли участие воспитанники 56 организаций государственных и муниципальных школ Олимпийского резерва. На самом деле было очень сложно, потому что результаты пояснили впечатляющихся для ребят. В следующий момент у нас было 25 кандидатов по генеральному министерному обиду для этого справедливого решения. Среди предложенных к награждению за достижения в сфере физической культуры и спорта – 17 кандидатов олимпийских видов спорта, 6 неолимпийских и 2 кандидата с ограниченными возможностями здоровья. Стипендии вручат ребятам в июне. Ольга Павлова, Константин Головин. События. В центре Самары продолжается строительство новой станции «Метро театральная». Представители подрядных организаций встретились с первым заместителем главы города Владимиром Василенко, чтобы рассказать о выполненных работах и наметить новые задачи. О том, как продвигается строительство, расскажет Александр Гусева. Строительные работы по возведению станции «Метро театральная» сейчас ведутся в двух зонах. В районе перекрестка улиц Новосадовой и Полевой и в историческом центре. На сегодняшнем совещании с первым заместителем главы Самары Владимиром Василенко представители подрядной организации и профильных ведомств обсудили возможности оптимизации технических решений и работ, а также сроки, в которые необходимо уложиться. Например, в центральной части города необходимо закончить переустройство инженерных коммуникаций возле зоны метростроя в районе перекрестка улиц Вилоновской и Галактионовской. По информации регионального управления капитального строительства, от Минстроя России получено очередное разрешение на строительство уже основного этапа. Сейчас к нему готовятся. Все технические решения находятся на стадии оптимизации, будут согласованы с заказчиком после праздников и примутся решения по факту согласования, по сроку производства работы. Никак переустройство сетей для возможности пуска транспорта не влияет. Все остальные решения зависят от оптимизации и должны быть выполнены на дату ввода объекта в эксплуатацию, то есть они связаны с фактической эксплуатацией будущего метрополитана и влиянием его на сети и дома. В ближайшее время проект по выносу инженерных коммуникаций и, соответственно, график работ по их переустройству в районе перекрестка улиц Вилоновской и Галактионовской будет скорректирован. По словам первого вице-мэра, окончательное решение будет принято после 12 мая. К настоящему времени в историческом центре выполнено уже значительное количество таких задач, в том числе половины работ по укреплению коллектора. На второй площадке в районе улиц Полевой и Новосадовой уже завершается бетонирование фундаментной плиты под монтаж тоннелепроходческого комплекса. Процесс будет увязан с инженерными коммуникациями, ранее построенного тоннеля. Приступить к монтажу второго тоннеля-проходчика планируют в ближайшее время. А на предстоящих выходных намерены отремонтировать асфальтобетонное покрытие проезжей части рядом с зоной метростроя. Автомобилисты, городские перевозчики и общественным транспортом обращались по поводу состояния дорожного полотна вблизи стройки. Ранее проводился локальный ремонт. На этих выходных перекресток Полевой и Новосадовой планируют закрыть, чтобы произвести аварийный ремонт и предотвратить дальнейшее разрушение асфальта. «В выходные мы закрываем его и туда выходит под речек Волго-Транстроя-9. Сейчас будут закрывать и будут асфальт общему делать с 7-16». Отремонтировать дорожное полотно планируют в кратчайшие сроки. Главное помнить – все неудобства временные, а метро навсегда. После завершения строительства и ввода театральной в эксплуатацию жители отдаленных районов региональной столицы смогут быстро и комфортно добираться до исторического центра и обратно. Александра Гусева, Григорий Плешаков, События. Новые деревья и кустарники появятся в самарских парках и скверах. Сейчас зеленые насаждения готовят в питомниках. Самые популярные – сосны и рябины. Где и когда их планируют высадить, узнала наша съемочная группа. В Самаре месячник по благоустройству уже подходит к экватору. Чтобы город обрел по-настоящему летний вид, в работе участвуют и сотрудники муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз», специализирующегося на озеленение города. В Алексеевском питомнике Кенельского района на 40 гектарах в четырех школах, так называют специалисты разновидности зеленых насаждений, растут несколько сотен тысяч хвойных и лиственных деревьев и кустарников. Самые популярные – сосна, кедр, ели, туя, можжевельник, береза, тополь, ива, клён, каштан, дуб и ясень. Из всего этого многообразия создают также живые изгороди, цветущие и нецветущие композиции. Как только городская администрация сделает заказ на обновление территорий или посадку деревьев и кустарников для озеленения в общественных пространствах и на улицах Самары, в питомнике начинается горячая пора. Мы их выкапываем, привозим на площадку, здесь загружаем, а там на участках муниципальный заказ, там другие рабочие, они высаживают там согласно плану. В один день ещё не вывезешь. Там есть план, допустим, когда, сколько, сегодня. На другой день опять заказ, и так постепенно, пока весь контракт мы не сделаем. Первую посадку по восстановительному озеленению планируют на Воронежских озёрах. Несколько десятков деревьев – сосна, липа, рябина и около трёх тысяч кустарника кизильника. Следующий экологический десант высадится в парке Молодёжный. Там своё место займут почти 180 деревьев – сосна, липа, каштан, можжевельник и более 1700 кустов кизильника. В сквере «30-летие Победы» посадят более 800 кустов роз и 900 кизильника на других городских объектах. В Ерик-парке появятся хвойные деревья и кустарники. В общей сложности более двух тысяч растений. У нас служба есть такая, которая занимается этим. Участок, который занимается обрезкой, и они смотрят уже, начинают обрезку, если там поражение ствола или сухостойные деревья. Вот эти все приходится нам вырезать, вырубать. Аварийные деревья. Основной массив местных зелёных насаждений высокого качества. Они максимально адаптированы к климатическим условиям. Высадка на городских территориях будет активно вестись после майских праздников. И закончится эта работа в конце сентября. После высадки растений за ними продолжат ухаживать сотрудники спецремстройзеленхоза. При этом каждый год в Алексеевском питомнике высаживают новые растения, чтобы запас для озеленения города не иссякал. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров, События. В эту пятницу исполняется 80 лет со дня создания легендарного строительно-монтажного треста номер 11. Он появился в Куйбышеве в разгар Великой Отечественной войны, 14 апреля 1943 года. Здания, которые возвели и работники этого треста, продолжают жить и радовать самарцев. Филармония, музей Лабина, дом архитектора, театр юного зрителя, больница имени Пирогова, кардиодиспансер. А также огромное число жилых домов. В одном из таких живет бывший руководитель организации, почетный гражданин Самары Виталий Симонов. Он проработал в тресте 35 лет и рассказал нашему телеканалу, как развивался город. Они создавали современную Самару. Ленинский мемориал, где размещается музей Лабина, дом архитектора, дом актера. Самарская филармония, здание больницы имени Пирогова, кардиодиспансера, 11-й гимназии. Практически все знаковые объекты Самары были созданы работниками строительно-монтажного треста номер 11. Он был основан 14 апреля 1943 года, 80 лет назад. 35 лет на предприятии трудился Виталий Алексеевич Симонов. Он прошел путь от мастера до генерального директора. 11-й трест строил как предприятия, общественные здания, так и жилые дома. А мы начали строить город быстрыми темпами. Скоростное строительство было. Крупнопанельные, крупноблочные, кирпичные. Дома росли как грибы. Настрой такой был у коллектива. Дать быстрее жилье людям. Знаменитый дом по проспекту Ленина-1, где долгие годы живет Виталий Алексеевич, построили для работников ЦСКБ «Прогресс» в 1971 году. Дом до сих пор носит имя генерального конструктора завода Дмитрия Козлова. С особой ответственностью 11-й трест строил здание правительства Самарской области. Кабинет губернатора изначально планировался меньшего размера, но в процессе строительства его решили увеличить, чтобы первому лицу региона было удобно принимать большие делегации. Я, например, присутствовал, когда Петр Прокрович Мачнев, наш герой соцтруда, бригадир Камечко, положил его в структуру. Порядка 177 тысяч кубометров кирпичной кладки. Это пирамида Хеопса II. Своим главным достижением Виталий Алексеевич считает реставрацию церкви живоначальной троицы в селе Екатериновка. Уникальный собор, построенный еще в 1813 году, лежал в руинах, и многие считали, что здание восстановить невозможно. Но 11-й трест справился. И мы в результате за два года и девять месяцев сделали эту красоту. Вот то, что мы видим здесь, это сразу за входом через колокольню. Про любимый город, выдающихся людей, которые внесли большой вклад в его развитие, и про свой 11-й трест Виталий Алексеевич вспоминает с теплотой, иногда сочиняет стихи. В неполных лишь четыре года почти полтысячи семей вселились в новые квартиры. Сказать спасибо надо ей, ей-богу, только ей, той силе, что в коллективе появилось. И за полсотю лет в Самаре могучий фактор превратилось. Заслуженный строитель России рад, что дело его жизни продолжается и сегодня. Умножается красота Самары, преображаются и благоустраиваются кварталы. Когда-то 11-й трест заложил основу, сейчас она продолжает наполняться содержанием. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Константин Головин, Николай Сидоров. События. Государственные задачи в информационной политике. Этой теме посвятили разговоры в рамках очередного онлайн-лектория федерального проекта «Добрые новости». Он прошел на базе технопарка универсальных педагогических компетенций Самарского государственного социально-педагогического университета. Спикером выступила руководитель управления информацией и аналитики администрации Самары Елена Рыжкова. Подробности в сюжете. Благодаря реализации нацпроектов сегодня обновляются дороги, идет строительство новых школ и детских садов, оснащаются школы искусств. Проект «Добрые новости» призывает обращать внимание школьников и студентов именно на позитивные перемены. Об этом говорила педагогам и организаторам школьных медиа-центров, руководитель управления информацией и аналитики администрации Самары Елена Рыжкова. Сегодня, благодаря реализации национальных проектов, инициированных президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, благодаря решениям губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, реализуется очень много инфраструктурных проектов, проектов в социальной сфере. Обновляются дороги, строятся новые школы, детские сады, развиваются гуманитарные проекты. Нужно это подмечать, нужно это понимать и идти дальше. И молодое поколение, конечно же, должно вдохновляться всем этим, понимать, что многое сейчас делается для того, чтобы им было комфортно и интересно учиться, работать, получать новые профессии и дальше двигать развитие нашего города, нашего региона и нашей страны. Если школьные, вузовские, сузовские медиа-центры будут работать грамотно и интересно, то и сами подростки будут заинтересованы в получении именно достоверной информации, научиться защищать историческую правду. Мы очень часто говорим, что если вы увидели миллионные какие-то сообщения о том, что то или иное событие верно, проверьте историческими данными. И как правило, оказывается, что это фейк, что это очередная ложь, которая искажает информацию заведомо верную, потому что для них важно, чтобы наша подрастающая смена мыслила так, как им выгодно. Это управление. Добрые новости – проект просветительский. Он обращает внимание на проблемы обычных людей и их решения. Нужно, чтобы педагоги это осознавали и дети понимали, как важно относиться к информации с точки зрения государственных интересов. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. Они – гордость советского района. Успешные студенты, волонтеры, спортсмены и музыканты в Самаре чествовали победителей и лауреатов конкурса, который проводится в советском районе города в восьми номинациях, среди которых студенческий лидер, молодежный интеллект года, творческая личность года, молодой профессионал года, волонтер года. Победителям вручили цветы, дипломы и памятные подарки. На церемонии награждения побывала Виктория Шаре. Они талантливы в музыке, спорте, хорошо учатся, занимаются волонтерской работой и побеждают в Олимпиадах. В Самаре сегодня чествовали лауреатов и победителей конкурса «Гордость советского внутригородского района». Артем Сабанцев учится на четвертом курсе университета путей сообщения, борется за победу в номинации «Студенческий лидер». Артем активно занимается профориентацией школьников, рассказывает им о работе сотрудников железной дороги. Руководит факультетским пресс-центром, освещает деятельность университета. В этом конкурсе принимает участие впервые. Это даст мне понимание, что я занимаюсь правильным делом и, возможно, внутренней мотивацией продолжать работать дальше. Валерия Воронкова получила специальный пресс-конкурс «Восходящая звезда», а в прошлом году одержала победу во всероссийском конкурсе «Большая перемена» со своим проектом, в котором рассказывала о знаковых местах родного края. Это такой достаточно вызов в сфере журналистики. То есть я снимала свой проект, который был как тревел-шоу. «Моя Самара», где я рассказывала о самых красивых достопримечательностях нашей области и что обязательно должны посетить люди, которые приедут к нам в нашу область. За победу в конкурсе гордость советского внутригородского района боролись более сотни участников. Около 30 из них вышли в финал. Лауреаты и победители в восьми номинациях, среди которых студенческий лидер, молодежный интеллект года, творческая личность года, молодой профессионал года, волонтер года. «Мы таким образом хотим, во-первых, показать, что в советском районе есть замечательные молодые люди, с которых нужно брать пример. Это труд, который заслуживает уважения. И сегодня мы на глазах у всего, не только советского района, но и жителей города говорим, что есть такие ребята, которые трудятся. И сегодня мы говорим им спасибо». В жюри конкурса вошли председатель Совета ветеранов, директора общеобразовательной и спортивной школ, руководитель общественных организаций и глава района Вадим Бородин. «Молодежь и дети для нас – это самое важное, что существует в этой жизни. У каждого ребенка есть, наверное, что-то внутри, что необходимо развивать, что-то, наверное, хочется показать людям, вынести за пределы своей какой-то внутренней территории. Ну и для этого в нашем районе, конечно, был организован вот этот конкурс». Победителям вручили цветы, дипломы и памятные подарки. Виктория Шаре, Григорий Плешаков. События. В Самаре оцифруют редкие книги. Сотрудники областной библиотеки начали создавать коллекции цифровых копий и уникальных изданий, которые хранятся в богатейших фондах отдела редких книг. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минкульта. Оцифровка особо ценных изданий проходит в рамках федерального проекта «Цифровая культура», который входит в структуру нацпроекта «Культура». В рамках национального проекта уже было сделано 699 электронных копий редких книг и журналов для передачи в Национальную электронную библиотеку. И в этом году предстоит перевести в цифровой формат еще 107 изданий – 18 и начала 19 веков. Старинные и хрупкие бумажные издания прошлых веков после сканирования останутся в первозданном виде. Благодаря оцифровке у всех желающих появится возможность свободно изучать артефакты разных исторических эпох. Самарские тэквондисты готовы побеждать не только на чемпионате и первенстве России, но и на ближайшем чемпионате мира. Сборная 63-го региона выставила на всероссийские соревнования более 80 спортсменов. Некоторые из них уже побеждали на международных турнирах. Схватки проходят во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого. С героями спорта познакомился наш корреспондент. Самарский кандидат в мастера спорта по тхэквондо Иван Шатохин готов в третий раз стать чемпионом страны. В его послужном списке еще две серебряные медали на чемпионате мира. Спортсмен убежден, родные стены Дворца спорта помогут ему в борьбе за место не только на пьедестале почета, но и за место в национальной сборной. А там есть шанс с третьей попытки стать лучшим тхэквондистом в мире. Впервые на тренировки Иван Шатохин пришел в пять лет. Отец отдал, по его стопам пошел. И тренируюсь до сих пор и выступаю. Он не стулованный, раньше все было совершенно по-другому. Это сейчас, тут чемпионаты России, мира. Раньше такого не было. Раньше по-другому дрались. Для меня победа – это больше для себя, больше к себе. Я трачу время, готовлюсь на это, подготовку. И просто так я не могу проигрывать здесь, только выигрывать. Сборная Самарской области выставила на чемпионат и первенство России порядка 80 тхэквондистов. Возраст спортсменов от 11 до 34 лет. Это юниоры и взрослые. По уровням мастерства – от кандидатов в мастера спорта до мастеров спорта международного класса. Они должны показать свой максимальный результат и создать достойную конкуренцию другим регионам. Поэтому есть куда стремиться. Очень долго ребята простаивали из-за пандемии, плюс еще за политической ситуации, что российскую сборную не допускали. А сейчас, как уже сказал наш президент, нас допустят на первенство мира. И там покажем максимум, к чему готовились. 33-й чемпионат и 30-е первенство России под хэквондо ИТФ принимает Самарский дворец спорта имени Владимира Высоцкого. За места на пьедестале почета сражаются 39 региональных сборных. На татами выйдут побеждать более тысячи спортсменов. Всегда накал страстей высокий. Все-таки эти соревнования являются отборочными. К чемпионату мира. И при сегодняшней ситуации международной, это очень здорово. У ребят стимул поехать на чемпионат мира и выступить под флагом российским изгимном. Самарские спортсмены всегда были известны своими результатами, еще начиная с 90-х годов. Самарские спортсмены, ребята попадут и в этот раз в состав сборной команды России. Как всегда, это обычно и бывало в предыдущие годы. В Самарской области тхэквондо год от года набирает все большую популярность. Поэтому не случайно всероссийские соревнования по этому виду спорта проходят в 63-м регионе. Особное внимание уделяется правительствам и губернаторам развития новых видов спорта, современных. Тхэквондо входит в их число, прогрессивно развивается. Все больше и больше участников спортивных соревнований различного урня. Участвуют в соревнованиях региона и всероссийских мероприятиях. Победители чемпионата и первенства России получат путевку на чемпионат и первенство мира. Турнир пройдет в августе в Истане, Казахстан. У спортсменов Самарской области есть все шансы поехать защищать честь региона и страны на эти международные соревнования. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Самаре с 15 апреля начинаются дачные перевозки. В этом году планируют задействовать 52 автобуса, которые будут работать на 29 маршрутах. Они охватят Волжские, Красноярские, Кенельские районы. Пункты отправления транспорта остались прежними, как и стоимость проезда. Изменения коснулись маршрута номер 146 в связи с работами по строительству путепровода. 16, 23, 25 апреля и 3 июня, а также в День Победы, рейсы на даче выполняться не будут, так как в указанные дни выполняются перевозки к кладбищам. Информация о расписании движения автобусов в направлении садово-дачных массивов размещена на официальном сайте администрации Самары, информирует телеграм-канал городского департамента транспорта. 15 апреля в Самаре пройдет Гагаринский субботник в рамках месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города. Кроме представителей коммунальных служб и служб благоустройства, общественных организаций, муниципальных и государственных служащих, волонтеров в генеральной уборке общественных пространств и дворов смогут принять участие и активные горожане, сообщает телеграм-канал администрации железнодорожного района. Национальный колорит. 30 апреля с 11 до 20 часов на территории этнопарка дружбы народов на улице Солженицына в Пуйбышевском районе пройдет праздник, посвященный открытию весеннелетнего сезона. В программе мини-экскурсии в подворьях, игровое и танцевальное пространство для детей, мастер-классы по народному декоративному творчеству, стрельбе из лука и национальным танцам, этно-тренировке, йога, национальной чайной церемонии. Развернется ярмарочное представление с подарками, откроется сувенирная лавка с этнической продукцией, пишет телеграм-канал городской администрации «Вести» с Дворянской. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках, в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, хороших выходных. Субтитры создавал DimaTorzok